Всем приветули! Я сейчас хочу расхламить на шкафу. Мы расхламили вот этот шкаф весь. Он уже более-менее в приличном состоянии. Там уже туда я даже вложила, сложила все наши вещи. И теперь хочу посмотреть, что тут сверху, что за брак, и пересортировать, может быть, что-то из этого выкинуть. Так, боже мой. Здесь есть пару детских пазлов. Они еще даже живые. Есть пояс, который я думала оставить, но он на самом деле ужасный. Я тут сейчас посмотрела повнимательнее. Он затерт. Ну, типа, это может быть была кожа, а может быть и нет. Нет, это не кожа, это кожзам. И у него уже потерлась... Сейчас покажу. Эта верхняя часть. Так. Так, чтобы он было видно. Вот, вот здесь. И, в общем, он весь такой, поэтому я решила, что его нужно дляинстазировать. Так, дальше. Здесь какие-то мелкие игрушки. тоже непонятные. И... Бессмысленные и беспощадные. И я их тоже решила выкинуть, потому что они тоже все покоцанные. Вот эта мышь, например, у него вот ухо там обломано. Здесь какие-то игрушки из киндера или что-то в этом роде. машинка заводящаяся. Она уже не заводится, к сожалению. Так, здесь есть сережки, которые позеленели. Непонятно, из чего они, правда, сделаны. Но, судя по тому, как они позеленели, это либо сталь, либо медь. Да. Ужасно. Я загуглю или напишите, кто знает, в комментариях. Вот таким образом, когда зеленеют сережки. Вот тут видно прям зеленое, как зеленка. Это что вообще за металл? Я подозреваю, что это не драгоценный какой-то металл, поэтому можно удалить, выкинуть. Так, едем дальше. Так, здесь какая-то куча детских игрушек. Сомнительное, конечно, качество. Вот какой-то совсем страшный Мишаня. Какой-то грязный заяц. Утка. Так. Не, здесь, нормальные игрушки. Оставлю эти игрушки, детям может пригодиться. Единственное, что их нужно будет перед тем, как давать детям, хорошенечко простернуть, чтобы они без пыли были. Так, здесь еще какое-то количество игрушек. лось. что так не придумает для детей? Интересно, долго он будет так играть? Ну, видимо, пока вот эта блямба к нему обратно доедет. Ладно. Так, что здесь еще? Здесь он еще лось и вот такой весь в пыли адской. Собакин. Но проблема в том, что он, видимо, тоже был музыкальным и надо менять батарейку. Но фишка в чем? Он здесь стоит не упакованный и он весь в пыли. Детям, конечно, такое давать нельзя, даже если поменять батарейку. Но он все равно будет в пыли. Плюс он тут еще затерт весь, поэтому этот я выкидываю. Тяжеленький. Колонки не трогаю сознательно, потому что я знаю, что они работают. Я их просто поставила сюда, поскольку мне в работе не нужны. Если мы смотрим кино, то нам хватает звука от ноутбука, поэтому мы ими не пользуемся. Но они хорошие. Это Genius когда-то были прям огонь колонки. Вот. Вот. вот тут еще какой-то волк. Так. Господи. Корзиночки. О боже, здесь со свадьбы сестерника открыточки. Все оладской пыли. Розовое мыло. А, мыло из, ну, типа, как розочки. Ну, вот как раз у нас там мыльные кончаются. Жених ее принц. ой, это жуткой пыли. Невеста его принцесса. Ой, мило, но адская просто пыль. и тут открытки, вся такая милота, но это прям жуткой жуткой пыли. И это, конечно, эту пыль не починить, к сожалению. Поэтому, блин, я все это выкидываю. О, что тут может быть интересно? Тут есть свечка. А, вот так. Ну, свечку можно оставить. Единственное, что убрать с нее вот это украшение, потому что пожаро просто небезопасно. Здесь тоже какие-то украшалки. Ой, тоже пыли. Просто еще чуть-чуть я начну чихать. А, здесь какие-то украшалки, махнушки, вот такая всякая дребедень. Еще свечки. может найдутся какие-то подходящие желаем, ну, поздравляшки. Вот, пыльщики мои. Еще какие-то поздравляшки. Вот, 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 вся эта адская пыль. Конечно, жуткое, жуткое зло. Нашла старую визитку уника. Он когда-то работал в адобе, в head of digital marketing. Это вам не абы что. Так, ну, в общем, всю эту корзинку с жуткой пылью я тоже выкидывала. Мне пригодилось. Так, здесь есть ровный, утюг, кстати, которым я пользуюсь. Я его выбрала из всех, сколько здесь петель, что ли, утюгов, я насчитала. Я его выбрала из всех. Они все работают, но у этого самый острый носик. Соответственно, им можно в самые труднодоступные места залезть, поэтому я выбрала его, утюжу, все, и остальные просто стоят в шкафу. Доминошка. Один пусто. Так, какие-то паззл Аэрофлот. Так, тоже можно оставить. Упс. Главное не потерять паззлы. Все ужасно пыльное, поэтому потом полезу туда с пылесосом и губками-трябками. Блин, пустая коробка. Пустая. Зачем это? Из-под каких-то конфет делисиму. тоже какая-то странная штучка украшательная. Жуткий мрак. Очень странная вещь. Так, корзинка с какими-то жутко пыльными бантиками. Дед Мороз. Как это? Свечка Дед Мороз. Ну, это можно оставить. Так. Так, бейджики с международной какой-то господи, с международной олимпиады. Тоже сто лет для обедников мы не пригодились. Странная елка из Советского Союза. У нее, по-моему, не хватает пары запчастей. Их я здесь не наблюдаю. Так. Какая-то страшная пыльная кукла. Реклама лемуров из Максима какая-то старинная. Так, сама корзинка тоже тут плохо себя чувствует. Вон, полгнула. Так, и здесь еще из Максима геккончик. Так, а вот это что? А, это какие-то чехольчики. А, это рукава. Рукава. Не знаю, от чего. От какого-то платья, видимо. Не пригодились. Так, в общем, у нас было быстрое с вами расхламление. Здесь вот остался еще роутер. но поскольку мы на Wi-Fi, у нас вообще нам не нужен роутер. Вот, а так тут, смотрите, адская просто пыль. Вот, в общем, сейчас я эту пыль тут приберу, потому что дышать пылью это самый мрак. Вот, и просто поставлю тут аккуратненько эти свечки и колонки, и будет всем счастье. Так что спасибо, что были со мной. Убирайте пыль на шкафах. Вообще лучше на шкафах ничего не складируйте. Делайте себе встроенные шкафы, в которые будет влезать все аккуратно, чтобы пыли в доме было как можно меньше, потому что это очень вредно для легких и для здоровья.